Омар Ромай Далее «Девушка по имени Судьба», а также Луису Кулиок, авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис. В главных ролях «Вивиана Саконе», «Норберто Диас», «Роберто Ибанес», «Хуан Витали», «Сесилия Мореска», «Альфредо Иглесиас», «Ноеми Морелли» и другие. В фильме также снималась Верхиния Лаго, художник-постановщик Рубен Греко. Музыка «Сергио Вильяра» и «Марсела Альвареса». Музыка «Сергио Вильяра» и «Марсела Альвареса». Режиссер Хорхе Монтерро Не будь я трезв, не поверил бы. Помилуйте, сама хозяйка форта собственной персоной, вот уж не думал. Не думал вас здесь увидеть, Рассаура? Что вас сюда привело? Жизнь, Рамирес. Капитан Рамирес, пожалуйста. О чём речь, конечно. Так-то лучше. Тем более, что у меня нет ни малейшего желания спорить. Так и не будем, Рамирес. Капитан Рамирес. А где ваш муж? Он, видно, сошёл с ума, раз отпустил вас сюда одну. Он не смог проводить меня. Жаль. Я годами мечтал увидеть, как он вновь войдёт в эту дверь. Увы, это невозможно. Почему? Что с ним стряслось? Энрике... Энрике умер. Так это умер? На днях я его встретил на пути в таверну. И мне показалось, что он здоров. С тех пор, как он оставил гарнизон, всё... всё пошло кувырком. Он стал выпивать. И во время пьяной драки его закололи. Энрике умер. У меня на руках. Сейчас Росаура, наверное, оплакивает мою преждевременную кончину. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Судя по всему, Рамирес первостепенный мерзавец. Именно так, если не хуже. Но Росауру не проведёшь. Она всю жизнь прожила в гарнизонах, а уж таких, как он, видит насквозь. Ну, тогда всё в порядке, вот увидите. Главное для нас приехать вовремя и спасти её и Милагрос. А заодно хорошенько проучить этих негодяев. Позвольте вам заметить, сеньор Линч, что ваш дом произвёл на меня огромное впечатление. Я и не ожидал встретить аристократический стиль в новом свете. Семья Ласаба и Ринч всегда отличалась хорошим вкусом и утончённостью. Это заслуга моего свёкра. Он купил этот дом после того, как вместе с семьёй оставил имение. А ещё раньше дом принадлежал одной французской семье. Ах, вот оно что. И всё же я никак не пойму, почему отец решил оставить имение и переехал в город. В Санкт-Марии есть и свои достоинства. И всё же этот дом никогда не сравнится с асперанцией. Чёте Виктория права. Как вспомнил, что не хотела уезжать. Это место настоящий рай. Верно. Мой дядя, доктор Байгория, часто повторял это. Он мой друг, а поэтому вряд ли объективен. Ты говори о Гонсала. Ты же его знаешь. Он говорит только то, что думает. Сеньор Линч, искренность одна из отличительных черт моего дяди. Бесспорно. А кроме того, земли эсперанцы самые плодородные во всей провинции. Дорогой князь, побывали бы вы там на рассвете. Хорошо, хорошо, хорошо. У меня такое ощущение, что вы все сговорились поднять цену на это имение. Что вам пришло в голову? Одно тонкое замечание. Оказывается, наш уважаемый писатель искусный коммерсант. На его месте я бы подумал то же самое. Иногда мы пытаемся оценить то, что в сущности не имеет цены. О чем это вы, папа? Я хотел сказать, что с этим имением связано столько воспоминаний, целая жизнь. И очень горько при мысли, что она может прийти в чужие руки, даже если это будет наш уважаемый гость. Вы совершенно правы. Должен признаться, со мной случилось то же самое. несколько лет назад. Это произошло, когда моя мать продала наше имение в Италии. А между тем, в этом доме прошло все мое детство. Возможно, такими воспоминаниями и живет сейчас моя дорогая жена. Она в имении? Да. Она отдыхает в этом тихом уголке и намного счастливее всех нас. Мама! Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогая, какой сюрприз! Почему ты не предупредила, что вы сегодня приедете? Я объясню позже. А сейчас мы с Камилой хотели бы переодеться в вечерние туалеты. Как вы себя чувствуете, мама? Хорошо. А ты, как вижу, еще лучше. Пойдем, дорогая. Мы можем задерживать наших дорогих гостей. Еще раз извините, что я приехала без предупреждения. Бедный Энрике. Он погиб так трагично. Вы же знаете, что мы с вашим мужем видеть не могли друг друга. И все же для меня новость, что он выпивал. И чуть что лез в драку. Вот новость так новость. С тех пор, как он оставил армию, его жизнь превратилась в ад. Он только и делал, что шатался по тавернам. А я вынуждена была вытаскивать его оттуда. Теперь я понимаю, почему его там встретил. Я знала, что этим все закончится. Знала. Мужайтесь. Не стоит отчаиваться. Что мне теперь делать? Боже, что мне делать? Смириться. Другого выхода нет. Только я никак не пойму, что все-таки привело вас в это проклятое место. У меня больше некуда идти, Рамирес. Водка унесла все, что мы нажили за долгие годы. Все. Но ваш сын, ваш сын Августо, разве он оставил военную службу в Санта-Марии? Мой сын. У него своя жизнь. Так оно и было. Вы о том заведении? Нет, нет, нет. Я совсем о другом. А, понимаю. Ты видел лицо своей матери? Это лицо никогда не меняется. На нем всегда недовольство и обида. А еще огромное желание испортить жизнь окружающим. Я не хочу быть причиной ссоры. Лучше, если я уйду? Нет, пожалуйста. Останься. Отец, Августа думает, что из-за него... Сеньор Линч, если мое присутствие здесь нежелательно, я предпочту уйти, не дожидаясь. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Все в порядке, и вам совершенно незачем уходить. И все же я... Оставим это, лейтенант. В последнее время моей жене не здоровилась. Поймите ее. Скоро Мария придет, и это досадное недоразумение прояснится. Я не совсем понимаю, что здесь происходит. Дело в том, что супруга Гонсала, Мария, переживает. Я это сразу увидел, как только она вошла. А я думаю, у нее такой характер. Она все-таки на редкость не похожа на свою сестру. Мария, но почему ты до сих пор не переоделась? Только не говори, что разозлилась из-за того, что мы устроили ужин в твое отсутствие. Нет, не поэтому. Ах, так? Ну и почему же? Тебя злит в присутствии Августа? Нет. Меня возмущает, что к моим словам никто не прислушивается. Конечно, я не вправе ожидать, что Гонсала сделает то, о чем я прошу. Но я надеялась, что моя дочь и сестра будут уважать мое мнение. Пожалуйста, Мария, не начинай сначала. Хватит. Августа говорил с Гонсалой, и все выяснилось. Говорил? Ну, конечно. Он обманул его так же, как и меня. Ничего подобного. Ты опять не права. Августа был искренен с Гонсала и признал связь с той девушкой Милагрос. Ты меня удивляешь. Говоришь так, как будто это в порядке вещей. Что происходит в этом доме? Вы что, с ума посходили? Что с вами со всеми? Я всего лишь хочу сказать, что Августа признал свою интригу с Милагрос. Но это было раньше, еще до того, как он познакомился с Лусией, понимаешь? Милагрос нет. И она никогда ничего не значила для Августа. Я больше не выдержу. Помогите, выпустите меня отсюда. Боже, я не хочу здесь быть. Я хочу уйти. не могу здесь больше находиться. Катриэль. Где ты? Катриэль? Катриэль. Перестань. Постарайся успокоиться. Хватит. Слезами горе не поможешь. Успокойся, прошу тебя. Вот увидишь, все будет хорошо. Уверяю тебя. Перестань, пожалуйста. Я хочу уйти. Не плачь, не надо. Я хочу уйти отсюда. Я тебе сказала, успокойся, пожалуйста. Кто-нибудь, помогите. Вот увидишь, все будет хорошо. Мы должны выбраться. Да, да. Должны выбраться. Мы выйдем отсюда, выйдем. Он так и сказал? Клянусь. Август рисковал всем, когда говорил с Гонсало. И не думай, что мужчине так легко открыть тайну своего прошлого, быть искренним и рисковать всем, что у него есть. Он солгал. Я в этом уверена. Но это не важно. Если выбирать между мной и Августа, поверят ему. Но почему ты такая упрямая? Так оно и было. А к тому же Гонсало решил покончить с этой историей. И если бы он не принял его объяснение... Послушай, Виктория, оставь. Я не хочу говорить с тобой на эту тему. Как хочешь. Мария. Знаешь, я очень рада, что ты вернулась. И хочу, чтобы мы забыли обо всём, что произошло. Включая те глупости, которые я наговорила перед отъездом. Это я должна просить у тебя прощения за все беды, которые я причинила. Нет, нет, Мария, не будем об этом. Всё позабыто. Пожалуйста, переодевайся и пойдём в гостиную. Я тебе представлю одного знатного европейца, остроумнейший человек. Нет, нет, ты не проси, Виктория. Мне нет никакого дела до того, что происходит в гостиной. Я не намерена разыгрывать роль жены Гонсала Линча. Гонсала Линча. С вашего разрешения. Вы позволите? Вы очень любезны. Прошу вас извинить меня за то, что я до сих пор не представилась. Я Камилла, дочь Виктории. Князь Арчибальда де ла Круз. Вы прощены. Синьорита Синтия. Синьорита Синтия. С вами всё в порядке? Да, конечно. Извините, синьор Линч. Ради всего святого. Это вы должны нас простить за то, что мы чуть не испортили вам вечер. Пожалуйста, не беспокойтесь, Гонсала. Вы позвольте? Я хочу посмотреть, не нужно ли чего князю. Скажи, куда это запропастилась Виктория? Она бросила меня, как собаку. Хорошо было бы, если бы так. Ты просто чудовищно ревнив. Синьорита Синтия Фальконе, дочь директора Голоса Санта-Марии, синьорита Камилла Аласабль. Очень приятно. Князь, мы с вами не договорили, я хотела бы продолжить наш разговор. Конечно. С вашего позволения. Лусия, как ты, Лусия? Мне рассказывали, что я не хочу вспоминать ни о чём, что произошло в тот день. Ни об этом, ни о безумстве моей матери. Могу я спросить, почему Мария так задерживается? Она не хочет спускаться в гостиную. Что ты сказала? То, что ты слышал. Не хочет спускаться в гостиную, не хочет видеть Агуста. И не хочет видеть тебя. Что с ней? Она с ума сошла? Увы, к величайшему сожалению, я должна признать, что она потеряла рассудок. Мария. Убирайся. Прошу тебя, образусь. Я не хочу с тобой разговаривать. Мария, у нас гости влиятельные люди. Меня это не волнует. Послушай, я не позволю тебе оскорблять наших гостей. А я не позволю тебе повышать голос. Извини, но ты ведешь себя неприлично. Всю жизнь я думала, поступала и терпела, так как было предписано. А теперь пришло время поступать по совести, прислушиваясь не только к разуму, но и к голосу сердца. Ты что, с ума сошла? Возможно. Но у меня еще осталось немного гордости. Я устала притворяться, Гонсало. Не рассчитывай на меня больше. Хорошо. Согласен. Как хочешь, согласен. Я не прошу, чтобы ты пошла со мной об руку, чтобы ты улыбалась мне или соглашалась со мной. Я только прошу, чтобы ты вела себя как положено, любезно и предупредительно, как подобает хозяйке дома. Внизу собрались влиятельные люди, сливки общества. Ты не вправе обидеть их своим безразличием. Различием. Мария, подумай о дочери, о ее счастье. Сделай это ради нее, если не ради меня. Именно ради нее. Я и не иду. Как? Ты не хочешь убедиться в том, как сильно она любит Августа? Это всего лишь глупое детское увлечение самонадеянным и лживым человеком не бывать этому союзу. Никогда. Ну и что ты думаешь делать? Попробуешь ее заставить забыть его, а потом выдашь замуж за другого? Как твой отец поступил с тобой? Гонсало. Рано или поздно кто-то должен был тебе это сказать. Жаль, что выпало мне. Разбитая мечта барышни и лейтенанта. Доминго рассказывал об этом много-много лет назад. Ты выполнила волю отца. Странно, что только я это помню. Лусия и Августа любят друг друга. Их любовь нежна. И вот теперь ты хочешь убить эту любовь своей бессмысленной, слепой ненавистью. Нет, Гонсало, нет. Я не способна убить любовь. Ты же меня знаешь. Никогда. А вот и мы. Наконец-то. Я думал, вы проспите до заи. Я спал без задних ног и нынки. Чуть не умер от усталости. Пора бы проснуться. Вы должны были отдохнуть. Ну, а теперь приготовьтесь. И продолжим путь. Поедем, когда рассветет. Эй, Россо, посмотри на него. Никто бы не сказал, что вы не циркач. Какой отличный наряд. Сидит, будто на вас сшит. Не волнуйтесь, вас никто не узнает. Клянусь, я уже давно так не веселилась. Любая на моем месте мечтала бы о такой компании. Агусто, князь удивительный человек. Вы непременно должны прочитать его очерки, даже если вам не нравится это занятие. Прошу извинить меня за опоздание. Князь, это моя жена, Мария Алассаблинч. Князь Арчибальд Делакрус. Для меня это большая честь. Взаимно. Святые небеса, Матерь Божья, это же моя госпожа, синьора Мария. Дорогая Доминго, моя милая, добрая Доминго. Вы не представляете, как я вам благодарна за то, что вы меня выслушали. Хотя я всегда считала вас врагом. Ирония судьбы. Такова жизнь, Росаура. Сначала мы враждуем, а потом помогаем друг другу. А уж если речь идет о женщине, которая потеряла своего мужа. Так вы позволите мне остаться, капитан? Конечно. Здесь всегда найдется место для такой умелой кухарки, как вы. Видите, я не из тех, кто таит обиды. Надеюсь, капитан Унис убедится с небес, что я не такой уж плохой человек. Благодарю вас. Спасибо. Хорошо. Я ухожу. Только сперва попрошу вас не ходить здесь с таким убитым видом. Вы прекрасно знаете, что на границе мертвых не оплакивают. Держись, Милагрос. Не сдавайся. Все будет хорошо. Найдешь братишку и выберешься отсюда. Крепись, прошу тебя, крепись. Я больше не могу. Жизнь обошлась со мной слишком жестоко. Если ты об этом, то она и ко мне жестоко, уверяю тебя. Но посмотри, я ни разу не сдалась. Ну и не надоело вам еще болтать. Оставьте ее в покое. Убирайся. Шевелись. Оставьте нас в покое. Скажи, ты наконец угомонилась? Убейте меня, капитан. Ну зачем же? Это слишком. Я никого не убиваю. Я хочу всего лишь быть тебе другом. Знаешь, что значит быть подружкой, капитана? Лучше тысячу раз смерть. Лучше убейте меня сейчас же. Хорошо, девочка. Видно, с тобой надо разговаривать на языке силы. Слышала, дура? Оставьте ее в покое, капитан. Умоляю вас. А ты мне надоела. Я тебе покажу, как кусать руки, протягивающий кусок хлеба. Нет. Шевелись, я сказал. Я тебе покажу, как лезть не в свое дело. В последнем очерке я пытаюсь раскрыть тот факт, что как бы тому не противился мужчина, женщина начинает завоевывать свои позиции. Сегодня она уже не только и не столько украшение общества. Вот это и есть яблоко раздора, князь. По мне, так роль женщины вторична. Она должна подчиняться мужчине и ничего более. Простите, дядя, но я думаю, что ваши не совсем справедливые слова просто убьют женщин нашей семьи. Воистину и щекотливая тема для разговора. Настоятельно советую вам ее переменить. Вы знаете мои убеждения, а потому я не стану их здесь приводить, дабы не оскорбить присутствующих в этой зале мужчин. А сейчас, если вы позволите, я отойду на минутку в кухню, место откуда, по мнению некоторых мужчин, женщине и не следует выходить. С вашего позволения. Князь, вы коснулись излюбленной темы моей сестры. Она всегда отстаивает свои убеждения. Меня удивляет, что сегодня она не захотела этого сделать. Вы бы видели ее в имении, когда она еще была ребенком. Виктории нравилось объезжать строптивых лошадей, которые внушали страх самым опытным наездникам имения. Она была такой отважной, и никто никогда не смог бы испугать ее. К вопросу об имении, дорогая, ты знаешь, что князь был заинтересован купить его? Купить наше имение? Именно так, сеньора. Что с тобой, дорогая? Эсперанца не продается. Позвольте объяснить вам. Князь, мне не нужны ваши объяснения. Я повторяю, наше имение не продается. И все. Мама, ты не знаешь, куда подевалась Доминго? Вечно она исчезает в неподходящий момент. Пожалуйста, мама, послушайте. Я хочу попросить прощения. Прощения? Сожалею, дорогая. Проси его у Бога, а что до меня, то я никогда тебя не прощу. И если я с тобой заговорю, так это для того, чтобы в этом доме не возникало лишних вопросов. Я не могу простить тебе твоих слов. И никогда не забуду этой незаслуженной обиды. Я знаю, мама, и раскаиваюсь. Простите, умоляю вас. дай пройти. У меня на душе еще один грех. Я говорила с Ферминой. Я была у нее. тебе не удастся меня обмануть Гонсало. Ни сейчас, ни потом я не позволю продать Эсперансу. Дорогая, успокойся. Поговорим об этом позже. прошу прощения, сеньора. К сожалению, но я не думал, что мое предложение станет причиной раздора. Хорошо, теперь вы это знаете. Мама, позвольте вам напомнить, что князь наш гость. Пойдемте, господа, не будем делать из этого трагедии. Эрнесто прав. Я запрещаю тебе продавать Эсперансу. Могу я тебе напомнить, что я твой муж и что дела будут решать мужчины. Мы разберемся с тобой позже. Я не намерена говорить об этом ни сейчас, ни потом. Извините, мне надо идти. Завтра у меня будет трудный день и потому я хотел бы попрощаться со всеми. Вам не за чем уходить, лейтенант. Это сделаю я. Мария, держи себя в руках. Всем спокойной ночи. Мария! Князь, прошу вас нас извинить. Видите ли, в последнее время моей жене не здоровилось. Я все понимаю. Не беспокойтесь. Это вполне объяснимо. Долгая дорога, усталость, это известие. Но неправда. Отец, вы прекрасно знаете истинную причину. Луфия, прошу тебя. Успокойся, дочка, успокойся. Если она будет так продолжать, она всех нас сведет с ума. Да как ты посмела это сделать? Я имею право знать правду. Никто не вправе рыться в чужом прошлом, теребить ноющие раны, совать нос в чужие тайны. Никто, слышишь? Но мне необходимо было знать. Ах так? Зачем? Чтобы упупрекать меня этим всякий раз, когда тебе вздумается? И вести себя впредь, как тебе только заблагорассудится? Нет, мама. Я хотела лучше узнать вас. я всю жизнь буду благодарить вас за жертву, которую вы принесли, чтобы я смогла получить хорошее образование. Я буду молить у Бога прощения за все унижения, которые вы претерпели по моей вине. Сейчас вы мне еще дороже. Я люблю вас еще сильнее. И благодарю Бога, что он дал мне такую мать, как вы. Перестань плакать. Я прощаю тебя, дочка, прощаю. Не плачь. Все прошло. Не думай больше об этом. какой позор. Какой позор. Ты передумал на мне жениться? Не говори так, любимая. Дорогая, клянусь честью, ничто в мире не разлучит нас. любимый мой, ты такой благородный. А иначе и быть не может. Я же знаю, как бы того желала твоя семья. Что бы вы сказали о стаканчике портвейна? Простите за опоздание. Вот и стаканы. Синтия, я думаю, нам пора идти. Да, завтра мне рано вставать. Еще раз извините за случившееся. Не беспокойтесь. А где тетя? Что произошло? Синьора почувствовала себя плохо и... Гонсало, Гонсало. Что случилось? Ухня жандарм. Жандарм? Да, он зовет Эрнеста. Меня? Не понимаю. Ваш крестник Марьяна, доктор Хименес. в больнице. В больнице. Камилла. 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 Я здесь, Марьяна. Здесь. Марьяна. Марьяна. Слава Богу. Что с тобой произошло? Слышишь, что случилось? Сказать, какое у нас чудо. Объявилась кухарка, которая божественно готовит. Еще кофе, капитан? Если я вам больше не нужна, пойду гляну, не нужно ли еще чего пленным и тем новеньким девушкам, которые там. Идите, идите, Росаура. Теперь вы здесь хозяйка. Хорошо. Разрешите. Ну, и что вы скажете о моем приобретении? Только что обдавела и умеет готовить лучше всех в мире. Росаура. Вот это встреча. Сегунда. Что случилось? Какой ужас. Черт знает, что такое. Эта дуреха совсем рехнулась. Капитан, Капитан Рамирес. Ну что еще, не видишь, я занят. Извините, капитан. Дозорный обнаружил странный фургон. Ну и что вы сделали? Мы пошли навстречу и оказалось, что это бродячие акробаты. Они умирают с голоду и просят о помощи. Акробаты, говоришь, из цирка? Да, капитан. Почтеннейшая публика, спешите, спешите. Вас ждут радость и смех, сегодня или никогда. Вы увидите невероятные трюки. Дамы и господа, славный цирк Олимпико, вернее, то, что от него осталось, приветствует защитников границ нашей дорогой Родины. Спасибо тебе, Господи. Спасибо. Спасибо, что услышал мои молитвы. Спасибо. На русский язык фильм озвучивали актеры Людмила Иванова, Ирина Маликова, Александр Лущик, Борис Клюев, режиссер Надежда Еремина, звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий, перевод Валерия Нижника, директор Лариса Элкснис. Сериал озвучен студией Наследия по заказу общественного российского телевидения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok